Вот сейчас. Всем привет и слава Украине. Передача новостей из Кавказа продолжает свою работу. С вами я, Гелла Басадзе. И сегодня у нас традиционный эфир с хорошо знакомым и любимым нами Рамисом Геннадзе. Приветствую, Рамис. Очень рад видеть. Гамарджоба, дорогой Гелла. Гамарджоба, Сакарвела. Витаю вас. Дякую за запрошенное. Саламу алейкум. Рамис, ну что ж, начнем с событий в нашей региональной подписочнице. Вне главного события, в котором последнюю неделю вертелось все, это встреча в Брюсселе. Достаточно интересная встреча, ну такой формат. Соединенные Штаты, Европейский Союз, Армения. Формат важный, несомненно, для нашей региональной песочницы. Что скажете? Вы наверняка следили за ним? Ну, конечно, следил. И внимательно промониторил средства массовой информации по всей планете, ну, которые в той или иной мере, для которых представлял эта встреча интерес. Здесь в США, во Франции, в Европе, в России, в Армении и в Азербайджане. Ну и, конечно, наш дорогой, наш дорогой канал «Новости Кавказа», где я, как вам сказал, всего 10% есть русскоязычных, которых я слушаю, и они в основном находятся на канале «Новости Кавказа». Вот. И поэтому я более-менее создал впечатление себе, как в основном характеризуют те или иные страны в тех или иных центрах, те или иные эксперты в различных средствах массовой информации. Скажу честно, в массе своей тенденциозность, она объяснима тем географией этих экспертиз, откуда это произносится. И это объяснимо, потому что американцы исходят из проамериканских позиций, европейцы из проевропейских позиций, армяне из проармянских, россияне из пророссийских и так далее и тому подобное. Вот. Чтобы я не выглядел с точки зрения того, что я все-таки этнический азербайджанец и буду высказывать именно про азербайджанскую позицию, я постараюсь объяснить, в чем сегодня проазербайджанская позиция состоит, и почему сегодня такое большое напряжение создалось в преддверии этой встречи и что в конечном итоге привело к тому, что и Урсула фон дер Лейен и Антони Блинкен посчитали своим долгом дезавуировать, снять определенное напряжение и сделали важные звонки президенту Азербайджана, что совершенно поменяло тональность, я имею в виду картинку, которую нам показали, и тональность которую мы увидели в пресс-релизе, и с моей точки зрения нам просто показали хорошую картинку, нам правду не показали, правда совершенно заключается в другом, и они побоялись эту правду так сразу показать, потому что это бы усилило бы еще более антиамериканские, антиевропейские настроения в Азербайджане и в Турции, а это им в данный момент конечно не нужно, потому что у них цели и задачи поставлены совершенно другие. Теперь я по порядку пойду, объясню, почему Азербайджан, например, вот так напряженно воспринимал подготовку к этой встрече, когда она была уже проанонсирована, потому что у Азербайджана на глазах 30 лет истории взаимоотношений с этими центрами и с этой страной, вот все эти три, которые там собрались, не хватает только туда добавить Россию, да, в этой компании, потому что именно эти все три, Минская группа ОБСЕ, если взять, это Европа, Америка и Россия, разницы нету, там Брюссель был или там был Минская группа ОБСЕ, потому что в основном все то, что декларировал, декларировал Усуров Ван-Дер-Ляйн и еще добавился туда Жозеф Боррель, который ничем не отличается вплоть до запятой его позиции от позиции Эммануэла Макрона, лишний раз говорит о том, что 30 лет назад у них была антиазербайджанская позиция. В Азербайджане все время задаются вопросы, и я один из тех, кто этот вопрос всегда озвучивает, тем более я живой свидетель, участник, так сказать, всех этих процессов на протяжении последних 35 лет. И как человек, который знает не понаслышке, что такое Первая Карабахская война, и как это повлияло на азербайджанское общество, и к чему, к какой трагедии это пришло у нас в стране, и как в этот момент к нам относились вот эти все центры. Россия, Франция, Европа и Соединенные Штаты Америки. Тогда в Азербайджане было демократическое правительство, в Армении было демократическое правительство, в Грузии было демократическое правительство, правительство Гамсахурди, Терпетрасяна, Эль Чебе. Правильно? Нельзя было тогда говорить о теме автократии, нельзя было рассуждать о теме борьбы демократии, автократии, тогда такого тезиса вообще не было. Тогда ко всем нам относились одинаково, во всяком случае, на словах. Но предметная плоскость, кто оказался наказанным? Мы, азербайджанцы. Против нас Соединенные Штаты ввели 907-ю поправку. Против нас огромное количество неправильных поступков та же Франция проводила. И я имею в виду, как на политическом, на информационном и экономическом уровне точно так же. Когда закончилась эта война, кто-нибудь задался вопросом о том, что 20% территории оккупированы и около миллиона беженцев теперь. Посмотрите на эту встречу. Я буду параллель проводить. На этой встрече Усула фон дер Ляйен и Энтони Блинкен старались объяснить. Здесь чисто экономическая встреча, гуманитарная встреча. Основной акцент делали на то, что помочь интегрироваться вот этим вынужденным переселенцам с Карабаха, в районе их 100 тысяч человек, в армянское общество. Благое дело, гуманитарное дело. Почему Азербайджан должен быть недоволен? По идее. Ничего плохого нет. Наоборот, нам хорошо. Пускай интегрируются туда и забудут про возвращение на территорию Азербайджана. Ничего плохого в этом для нас нет с этой точки зрения. Просто мы задаемся вопросом, почему вы такое не делали 30 лет назад в отношении миллиона азербайджанских беженцев? Что вам мешало? Это такие же беженцы, такие же люди живые, которые потеряли постоянное место жительства в результате Первой Карабахской войны. У вас не было такого отношения? Вот это первый главный вопрос, и ни копейки денег на это выделено не было. А здесь они выделяют эти деньги и стараются объяснить, что это именно гуманитарная составляющая. Поэтому это первый момент, который категорически не только я, все азербайджанское общество заставляет задумываться. Почему мы 30 лет назад все то, что видели, мы сегодня не доверяем ни Москве, ни Европе, ни американцам? Потому что это все, Первая Карабахская война произошла с их подачи, и они закрыли глаза на Россию. Россия в Первой Карабахской войне наказала нас, да, она стала на стороне России. Ходжалинская трагедия 30 лет тому назад. Это кто? Это армянские вандалы под руководством 366-го мотострельского полка российской регулярной армии. Президентом России в тот момент уже был Борис Ельцин. Все это знают. И что за это было сделано армянам, россиянам? Ничего такого не было, да? У нас что, короткая память? У азербайджанцев память не короткая. Мы помним и 20 января 90-го года, как танками давили мирных жителей 131 погибших мирных гражданин. Вы были в Баку несколько раз, вы были на этой аллее шахидов. Там что вы террористов увидели? Там лица различных национальностей, которые там находились в этот момент. Генерал Левит, тот самый негодяй. Он один из тех был, кто давил этими танками. То есть я к тому говорю, что у нас память не короткая, мы это помним. Поэтому мы не доверяем ни России, а Европа в тот момент, она полностью поддержала Армению, назвала Азербайджан агрессором, несмотря на то, что Азербайджан выполнял их же резолюции, вот этих трех стран о том, что территория Азербайджан, вот эти четыре резолюции, мы же их отстаивали. Нам нужно было освободить свою территорию, которую они оккупировали. И поэтому нам ничего не сказали, нас наказали, а Армению никак не наказали, наоборот ее поддержали. Это было 30 лет тому назад. Что изменилось? Прошло 30 лет. Мы победили теперь во второй этой войне. И какая реакция на нашу победу? Кто-нибудь обрадовался? Россия, она обрадовалась? Нет. Россия просто немножко здесь повела по-другому, нежели как она вела 30 лет тому назад. Это и объяснимо. Россия ушла в противостояние с Западом с 2007 года, официально, публично об этом заявил президент России в Мюнхене. А потом он пошел реализовывать то, что он заявил. И в Грузии в августе, и в Украине в 2014 году. И сейчас продолжает это реализовывать. И реализовывая это все, конфронтация с Россией, с Западом дошла до очень апогея, так скажем. В этой ситуации, конечно, ссориться с Азербайджаном и ссориться с Турцией. Тем более, после того, как в Армении в 2018 году пришли определенные силы на деньги Запада, Россия, конечно, была уже невыгодна сегодня делать полную ставку на Армению. И она решила сыграть здесь, как обычно она играла. Но ситуация немножко вышла из-под контроля. Особенно после того, когда Россия совершила агрессию после Украины. Два года тому назад. Потому что, когда произошла Вторая Карабахская война, Россия была уверена, что она своими так называемыми миротворцами пришла сюда надолго, как она пришла, например, в то же Приднестровье. В то же Приднестровье они пришли надолго, и они оттуда больше никуда не уйдут. Но за три года, посмотрите, как Азербайджан грамотно разыграл эту партию, благодаря, естественно, поддержке той же Турции. И в результате флаг Азербайджана уже над Ханкенлей. Хотя это и не планировалось изначально. Не россиянами и не всеми теми, кто заваривал эту кашу. Они думали, что это все время будет находиться. И поэтому они там поставили свои памятники. Вы вспомните, чем они там занимались. И поэтому все были спокойно, уверены, что вот именно вот это будет, они превратят это в такую, так сказать, серую зону, которую будут контролировать конкретно Россию. И в самом начале такое было всегда отношение. Но просто по мере того, что как это им не удавалось, а им ужасно это стало не удаваться после того, как они завязли на Украинском фронте, мы грамотно разыгрывали эту партию. И флаг Азербайджана уже над Ханкенлей, в Ходжаллах, в Ахдаре и во всех других городах. И в конечном итоге 15 октября полностью Азербайджан восстановил суверенитет и территориальную целостность. И посмотрите реакция. Москва была довольна? Нет. А Москва была даже недовольна тем, что когда Пашинян впервые заявил о том, что он говорит про Алматинскую декларацию, и то, что он признает Карабах территорию Азербайджана. Помните реакцию президента России, реакцию Лаврова и всех остальных? Они были недовольны, что он это сделал таким образом. Теперь дальше посмотрим. А как прореагировал Запад? Я напоминаю, до того, как вот эта однодневная спецоперация была проведена, я напоминаю про случаи с этими экологические вот эти наши наезды на армянскую сторону, потом тема Лачинского коридора и все остальное. И какую-то реакцию вызывало там. То есть сопротивляемость была, то есть они продолжали сопротивляться, они не признавали нашу победу. Послы Франции и США не посещали город Шушу, не посещали принципиально. Они по сегодняшний день новые послы также еще не посетили. И вы хотите, чтобы в этой ситуации у Азербайджана было доверие вот таким встречам, таким разговорам Азербайджан только тогда начнет доверять им. Когда, например, посол США, пошел в Францию, они приедут в город Шушу, они приедут в Ханки-Анди. Ну, какие-то, нам сказать, мероприятия, да, которые проводит азербайджанское правительство, оно регулярно там проводит, гуманитарные вопросы. Но в Русбайрам, что вы хотите? Приходите, потому что это территория Азербайджана, вы послы этих стран. Более того, вы говорите о том, что вы признаете территориальную целую суверитет этих стран. Почему вы не показываете эту позицию? Вот вы должны эту позицию показывать. Если вы реально предметной плоскости эти начнете показывать, тогда я не думаю, что вы увидите такую болезненную реакцию со стороны Азербайджана, которую Азербайджан сегодня это озвучивает. Потому что вы это когда озвучиваете и в то же время не радуетесь победе Азербайджана. И не радуетесь, я вам не говорю, кстати, радуетесь так, как мы радуемся, например, этому. Но хотя бы покажите уважение к себе самому, к тем словам, которые вы говорите, к решениям Совета безопасности и так далее и тому подобное, которые были сделаны 30 лет назад. А вы что делаете? Напоминаю, в прошлом году два заседания Совета безопасности организации объединенных наций. Кто инициировал? Франция, американцы пропустили это. Хотя американцы, естественно, активность так сильно не проявляли, но они мунисон с ними дули в дудку. Просто хорошо там, не все так было на их стороне, проармянское, поэтому там никакого результата не добились. Напоминаю, в Конгрессе США, слушания, которые проходили, а что обязательно надо было проводить Совет безопасности антиазербайджанский, обязательно надо было проводить заседание в Конгрессе. То есть это тема, которая вызывает у нас вопросы. Потому что если вы хотите быть посредниками, как это сказал Урсула фон дер Ляйен, как это говорит Энтони Блинкен, посредник должен быть посредине, посредник не должен быть ангажерным. А чем отличается позиция, например, Борреля от позиции Эммануила Макрона? Макрон полностью на проармянской позиции. Урсула фон дер Ляйен, да, она не ведет себя таким образом, но в любом случае Урсула фон дер Ляйен, она имеет же какие-то отношения с той же Францией? И почему мы сегодня четко не знаем, где же центр в Европе? Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Боррель или Эммануил Макрон, или же Шольц? Кто из них сегодня центр? То есть нам это преподносит, как сначала, или Франция, это Германия, сначала хотели пропихнуть участие Франции. Если вы хотите, чтобы там участвовала Франция, то почему вы выступаете против участия Турции в этом вопросе? Чтобы баланс был, да, чтобы мы доверяли. Мы не доверяем французам, армяны не доверяют туркам. Ваш француз будет сидеть рядом с вами, наш турок будет сидеть рядом с нами. Значит, это баланс, это баланс. Вы этого не хотите? Вы хотите своего, значит, лишний раз вы хотите ситуацию минской группы ОВСИ повторить? Этот вариант больше не пройдет. Ну, вместо Франции даете нам сюда Германию. А что Германия очень сильно, так сказать, по-другому как-то выступает? Да, может быть, не так агрессивно, как та же Франция. Но, опять же, там нету никакого, так сказать, пиетета по отношению к суверенитету территориальной целостности Азербайджана. Там нету, так, например, как другие страны, так же, как та Великобритания, например. Они так же не подно, потому что Великобритания – это Баку Джейхан, это Бритиш Петролем и так далее, так и подобное. Но в любом случае, если вы хотите, чтобы мы вам доверяли, если вы хотите, чтобы с вашей стороны вы как-то хотите поддерживать Армению, с этой стороны должна быть Турция. А если вы не хотите, чтобы не было Турции, значит, здесь не должна быть Франция, никто. Если вы хотите, чтобы был только Брюссель, так Брюссель, стой посередине. Стой посередине. Зачем ты встречаешься с премьер-министром Армении без президента Азербайджана? Ты должен встречаться одновременно, ты не должен показывать односторонних. Зачем ты поддерживаешь беженцев из Карабаха и при этом ни слова не заикаешься про беженцев из Азербайджана? Сегодня 30 лет прошло после оккупации. Азербайджан, вы говорите, у Азербайджана не нуждается в деньгах. Найдите мне одного человека, дорогой Гелла, по планете, которому предложат бесплатно деньги для того, чтобы он решил какие-то гуманитарные вопросы. В личном плане или по стране. И чтобы он это отказался. Единственное, что за это у него ничего не просится. То есть не требуйте у него каких-то дивидендов политических. Вы дайте, например, азербайджанскому правительству деньги на разминирование. Смотрите, сколько людей же погибло там. 300 человек погибло, как минимум, за эти три года. А эти машины по миллиону, по полтора стоят. Выделите деньги, выделите вот эти 60 миллионов, выделили туда, выделите и 60. Пригласите президента Азербайджана, скажите, что мы встречаемся для того, чтобы сделать все для мирного договора. Вот мы здесь это обсуждали. И может быть 60 миллионов сюда, 270 миллионов евро сюда. И столько же в эту сторону. Армянам для таких-то целей, для азербайджанцев. Вот просто азербайджан скажет, для чего мне нужно. Армяне пускай говорят, для чего им нужно. И это будет вот так открыто. Все будут видеть транспарентно. Никаких вопросов не будет возникать. Вы сделали такое в отношении Азербайджана? Вы 30 лет назад этого не делали? Вы и сейчас это не делаете? На каком основании? У Азербайджана есть нефть, газ. У Азербайджана хорошие деньги в бюджете находятся. Азербайджан может это сам сделать? А кто это оккупировал, эту территорию? Зачем Азербайджан должен деньги эти тратить на это? Он может потратить и на другие какие-то проекты. Для восстановления этой инфраструктуры хотя бы. А то, что сделал ваш, так сказать, протеже в течение третьих 30 лет. С вашей же подачи. Вы что, не несете морально ответственности? Вы наоборот продолжаете поддерживать их против Азербайджана какие-то судебные процессы? Азербайджан встречные судебные процессы начинает. И что будете делать дальше? Кто будет восстанавливать? Вы говорите, это наша территория. Мы говорим, они агрессоры. Это стоит, допустим, мы говорим, 100 миллиардов. Кто будет эти деньги Азербайджану давать? У Армении этих денег нет. Значит, вы, которые за ними стоите, вы не хотите, чтобы этого не было? Снимайте эти все негативные моменты. Станьте посередине. И одинаково относитесь. Не становитесь стороной. А вы становитесь стороной. И эта встреча лично тому подтверждение. И поэтому вы увидели реакцию Турции в том числе? Член Совета безопасности Турции, один из ближайших людей, президента Эрдогана. Сам Хакам Фидан, бывший министр иностранных дел, точно так же выступили. Они говорят, бывший министр иностранных дел Турции что сказал? Они дадут 1%, мы дадим в 3 раза больше. Они дадут 10%, мы дадим 30%. Они дадут 100%, мы дадим 300% Азербайджану. Азербайджан один не будет. Вы что, хотели нас набугать? Вы думали, что у нас некому рядом с нами стоять? У нас нет союзников? Мы же каким-то образом разрулили вторую Карабахскую войну? Сделали так, что Россия нейтрализовалась? Сделали так, что Иран нейтрализовался? Сделали так, что вы не вмешались? Ничего сделать не смогли? В конечном итоге освободили мы эту территорию? Не с вашей же подачи мы это сделали? Значит, нам как-то удалось это разрулить? Вы что думаете, нам дальше не удастся разрулить уже в более выгодной ситуации для нас? Все то, что вы будете делать антиазербайджанское, антитурецкое через плацдам Армении? Нам, конечно, это намного легче будет. Но зачем это вам надо? Вы к чему ведете это все? К сериализации Армении? Вам нужен новый конфликт на этой территории? Вы мотивируете это тем, что вы хотите Армению тихо-тихо вытащить из-под влияния Российской Федерации. Прекрасно. Не возражаю. А каким образом это может вы сделать, глядя на географию? Как это вы можете сделать, когда слева Турция, справа Азербайджан у Армении? Снизу Иран. А сверху только Грузия. Грузия находится под оккупацией. Абхазия – это Схемвальский регион. Россия еще не начинала Армении заниматься. А если она пройдет через территорию Грузии, во-первых, вы снова подставляете ту же Грузию, в Грузии нет возможности сопротивляться. И вы Грузию защищать не будете. Потому что жильца Акашвили сидит в тюрьме. Вы его защитили в 2008 году? Вы его сегодня не защищаете. Кто вам будет верить? Никто вам верить не будет. А Россия может это сделать? Конечно, может это сделать. И что в этой ситуации будете делать вы, когда у Армении нет мира ни с Азербайджаном, нет мира с Турцией? Вместо того, чтобы заниматься укреплением и поддерживать процесс мирного договора с Азербайджаном и с Турцией, это единственный путь, единственный путь как-то убрать тихо-тихо Армению из лап той же России. Политических, экономических, военных, информационных и всяких возможностей той же России, которая сегодня на первом месте по своему уровню влияния в России. Вы не сделав это, вы никаких тендов, вы наоборот еще больше подливаете масло в огонь, вы же подливаете масло в огонь и поддерживаете эти разговоры ревашизма. Посмотрите, я вот мониторил эти армянские каналы. Во-первых, армянские каналы массе своей остались недовольными встречами. Массе своей. Их поразила, обескуражила такая маленькая сумма. Это что за сумма? Но эта сумма говорит о том, что давайте задумаемся. Это все, так сказать, мягкая сила. А в Армении сегодня огромное количество их мягкая сила. И они просто продолжают усиливать эту мягкую силу. Но это значит о том, что вы попадете под раздачу, уважаемые соседи. Вы попадете под раздачу, и они за вас не спишутся. Вы попадете под раздачу так же, как Грузия, как в свое время Молдова, и как сегодня под раздачу окончательно попала та же Украина. Писались. Макрон отправил туда войска НАТО, как он и обещал. Макрон на 15-м месте по поддержке Украины. Несмотря на то, что военно-промышленный комплекс Франции на первом месте в Европе. Посильнее, чем в той же Германии. А Германия на первом месте по поддержке Украины. И вот эти все лицемерные разговоры, красивые о том, что давайте отправим туда войска НАТО, или давайте вот мы сегодня хотим спасти армянскую демократию. Какая армянская демократия? Во времена Кочаряна, во времена Сержа Саркисяна была армянская демократия. Отвечалась демократия в Леволонтера Петросяна от демократии Абульфасия Эльчибяя или от демократии Звиады Гамстохорди. Ни в чем. Ни в чем. Улица привела этих всех троих к власти после развала Советского Союза. Одинаково тогда вообще демократических институтов как таковых не было. В воздухе витало только это слово, да, свобода. И все. Но вы сделали ставку почему-то на Армению и наказали демократический Азербайджан. Вот это первый факт. Вы это же сделали. А сегодня вы говорите о том, что вы хотите поддержать демократию. Хорошо, дальше я вам говорю. А когда свергали Терпетросяна, кто свергал? Перестрелка в парламенте в 99-м году в октябре. И вы закрыли на это глаза, и вы поддержали Кочеляна, вы поддержали Сержа Саркисяна, пророссийских. Вы хотите, вы заводите разгар, вы хотите вытащить Россию из объятия России. И в то же время вы поддерживали их. А что, тогда автократии не было? Или они были демократически избранные руководители? Кочелян вообще по конституции Армении не имел права становиться президентом Армении. Потому что он гражданин Азербайджана был. Потому что он был гражданином Карабаха. Все сделали для того, чтобы нарушить конституцию Армении, международные права. И Запад что сказал? Съел и это тоже. Поэтому, когда вы сегодня говорите, что вы выделяете деньги на поддержку демократии Армении, и поэтому, когда вбрасываются вот эти нарративы о том, что Азербайджан, Турция находятся в обойме, так сказать, авторитарной России, вы для кого эти сказки рассказываете? В Турции самая демократическая страна мусульманского мира. Нравится вам или не нравится? Но это так, она член НАТО. Президентские выборы, в Турции показали, что там идут президентские выборы, на самом деле. И он во втором туре только убедил. Посмотрите на муниципальные выборы последние, где оппозиция победила. Это что? Такое может быть в авторитарной стране? Такое вы видели в России? Такое вы видели в Китае? А вы их ставите в один ряд? Страну члена НАТО? Для чего? Это нарративы. Это нарративы с Ереваной. Это нарративы с Францией. Это нарративы с Калифорнией. И вы это вперед даете? Для чего вы это делаете? Чтобы потом привязать Азербайджан к этой связке и сказать, что вот это так? И мы с Россией? Нет, просто России сегодня невыгодно ссориться с Азербайджаном и с Турцией. Но 44-дневная война. Россия не поставляла 44 дня по воздуху через территорию Ирана оружие Армении. Поставляла. Весь мир об этом знает. И Запад в том числе. Каким же образом это Россия не поддержала Армению? Просто Россия сама напрямую не ввязалась, как это было в Первой Карабахской войне. Правильно. Потому что у России планы были уже другие. Она планировала туда вернуться миротворцами и на 20-30 лет. Путин открытым текстом и Лавров открытым текстом говорили. Оставим на потом. Оставим на потом. Просто поменялась ситуация. И Пашинян в этой ситуации подыграл. Подыграл, да. И что? Мы же выиграли от этого. И у вас появился шанс пойти на мир. Так идите на мир, да. Так вместо того, чтобы заниматься продвижением мирного повестки дня, чем вы занимаетесь? Вы начинаете заигрывать и используете армянскую территорию, как до этого вы использовали другую территорию? Я не хочу этого. Потому что Армения наши соседи. Армения соседи Грузии. Если будет сириализация в Армении, кому от этого лучше будет? Грузии? Азербайджану? Ни одной приграничной страны. То, что происходит сегодня в Сирии. Это нравится их всем соседям? Посмотрите, как Турцию это напрягло. Особенно в приграничной области. Турции это нужно? Нет, не нужно. И Турция унуждена была в Эдлиб этот вмешаться. Создать вот этот для себя плацдар. Вы что, хотите, чтобы такого типа здесь ситуация была с Арменией? Вам сто лет назад уроков трагедии армянского народа мало? Вы целый день про это говорите. Про 915 год. Разные подходы могут быть к этой тематике. У турецкой стороны, у азербайджанской стороны. Мы считаем, что это была гражданская война. Вы считаете, что это было истребление. Но в любом случае это была большая трагедия для обеих народов. Полмиллиона турков было вырезано. 750 тысяч армян было вырезано. Вы говорите полтора миллиона. Можно сумму увеличивать, можно уменьшать. Гражданская война белая и красная в России была, была. Вырезали, акты геноцида были, были. Теперь как это называть? Но это трагедия была. Трагедия была. И там это была трагедия. А кто эту трагедию создал сто лет тому назад? Самая по себе в Турции она появилась. Вот эти как раз-таки большие игроки. И они сегодня снова собираются это делать. Вот поэтому, это я все так преамбулу говорю о азербайджанской позиции. То есть вот я, как гражданин Азербайджана, я знаю, что 10 миллионов азербайджанцев именно так и думают. Это вопросы, на которые мы требуем ответа. Мы не доверяем просто. Мы не доверяем ни России, мы не доверяем ни Европе, мы не доверяем США. Мы равно удалены. Хотите, чтобы мы вам доверяли? Делайте то, что нужно Азербайджану сегодня. В первую очередь, мирный процесс. Мирный процесс. Идите, показывайте, что вы полностью согласны с нынешним статус-кво, с восстановлением суверенитета территориальной ценности. Послы США, послы Франции, езжайте туда. Принимайте участие во всех активных процессах, которые там происходят. Выделяйте гуманитарную помощь на восстановление всей этой инфраструктуры. Я был в физулях, вот когда я ездил в Шушу в прошлом году. Я видел своими глазами. Это Хиросима. Вы представляете, что они там натворили? Это же восстанавливать надо. Азербайджан что, самая богатая страна на планете? Мало ли что, у нас есть нефть, газ. Мы тоже нуждаемся в гуманитарной поддержке. Так, возьмите, сделайте эту поддержку. Открывайте свои сундуки, отправляйте туда. И с разминированием помогайте. И с восстановлением инфраструктуры помогайте. И помогайте параллельно своей любимой Армении. Нет проблем, тогда у нас не возникнет этих вопросов. И тогда у нас пойдет этот мирный процесс. Вы стойте посередине. А вы начинаете вот эти нарративы, и вы клише, и, то есть, получается, вы защищаете Армению. От кого вы защищаете? От Азербайджана, Турции или от России? А в Армении с утра до вечера на антопонизация идет. Защищают от Турции, Азербайджана и от России. Хорошо, еще вы Иран сюда не добавили. А позавчера, дорогой Гелло, я слушаю выступление посла Франции в Армении. Посла Франции в Армении, подчеркиваю, внимательно слушал его, что он сказал, для нас самая приемлемая позиция, для нас, как для Франции, в этом регионе, близкая позиция Ирана. По касательной Армении. Это говорит один из лидеров коллективного Запада, один из постоянных членов Совета Безопасности в отношении страны, которая является ближайшим союзником России, которая является, поставляет туда оружие, это оружие бомбит Украину. И Франция говорит о том, что давай мы отправим войска НАТО в Украину. Посмотрите, какой клубок, да? И как после этого верить этим донайцам, дары приносящим, под названием Франция. И они сегодня в этом тандеме против кого? Кто для них здесь враг? Для них здесь враг это Турция и Азербайджан. Потому что географически мы стоим справа и слева, не Россия. А Россия внутри находится. А Россия там внутри как оказалась? Благодаря Турции, благодаря Азербайджану? Благодаря вот этим двухсотлетним вашим взаимоотношениям. И теперь, если вы хотите, чтобы поменять эту ситуацию, вы не повторяете ошибок в 30-летней давности, вы пойдите совершенно по другим путем, вот тем путем, который вам предлагает Азербайджан. А вы начинаете вот тень на плетень наводить, да? Это была исключительно экономическая встреча. Ложь и неправда. И никто в Азербайджане в это не верит. Никто не верит. И даже уважаемый дипломат Валерий Чичарашвили также это подтвердил. 5% того, что нам показали. 95% там совершенно другая была тематика. А ее озвучивать нельзя было. Потому что она полностью соответствует беспокойству, которое выразил президент Азербайджана. Кстати, в пресс-релизе это частично было озвучено. И в том беспокойстве, которое озвучил Хакан Фидан. И вот об этом идет речь. Значит, вы идете в конфронтации. Армения. Вам это нужно? Вам мало? У нас нет еще границы условно. У нас нет делимитации. У нас нет демаркации. Вам это нужно? Они станут на вашу защиту? Они стали на защиту Грузии в 2008 году? Они стали на защиту Украины в 2014 году? Не стали. Они и сегодня не планировали вставать 2 года тому назад. Пока Украина не уперла с рогом. Это вопросы. Поэтому, завершая свой этот спич, дорогой Гела, я хотел вам объяснить. Сам задавал вопросы и отвечал. Вот это вопросы, которые есть в азербайджанском обществе. Вот это позиция азербайджанского общества. И меня, отдельно взятого гражданина, ко всем этим процессам, которые происходят. И поэтому эта встреча, она, конечно, может пойти в позитивном направлении. Она может пойти в негативном направлении. В позитивном направлении, если дадут ответы на те вопросы, которые я сказал. Если на них не будет дадено ответов, а мы увидим тенденцию совершенно в другом направлении. Значит, дело идет к эскалации. И еще неизвестно, как карта ляжет. А Россия, Армения, еще не начинала заниматься. Совершенно. Большое спасибо за такой большой подробный ответ. Очень внимательно вас слушал. Даже тебе какие-то пометки делал. Ну что ж, а теперь давайте разбираться. Давайте разбираться. И главный вопрос. Допустим, я вообще не отсюда. Живу где-то. Пускай это будет хорошее место. Например, в Швейцарии. Ну почему? Сейчас я бы мог знать, что же вы об этом сказали. Ну что там, блин. Губа не говоря. Почему бы не? Так вот, представьте себе ситуацию. И первый вопрос, который возникнет у человека, который вообще не в курсе всего. А почему такая позиция была у запада? У коллективного запада. И сегодня она есть. Давайте поговорим про причины тогда. Вы назвали, что что было. Теперь вопрос в причинах. Потому что причинно-слойственную связь никто не отменяет. Если касательно Армении, это... По Армении на азербайджанском кейсе, понятно. А почему? Понимаю. Я понимаю. Мы в армяно-азербайджанском кейсе задействованы были Франция, Россия, Соединенные Штаты. Вы сейчас спрашиваете про Запад. Про Запад. Потому что Франция, США в данном случае. Потому что Россия с Россией... Я прошу прощения. Мы еще придем к России. Давайте мы еще придем к России. Я надо сказать, что все есть там, но мы еще придем к России. Франция. Последние сто лет. Армяне там сильно, так сказать, пустили корни. Как бы нам не хотелось сделать сильные акценты на возможности армянского лобби. Сегодня это воочию видно. И поведение того же Макрона. И вот это то, что они скрывали 30 лет. Вот. В минской группе под видом дипломатии, так сказать. Загнали проблему вовнутрь. То есть получили то, что им надо. И пели эти красивые песни. Особенно эти территориальные целостности. Также поддерживали резолюцию Организации Объединенных Наций. По поводу того, что это территория Азербайджана. И в любом случае понимали, что можно под этим соусом сто лет жить. Что они и планировали делать. А почему? А как только ситуация поменялась, сразу вперед они пошли. И позиция Франции по отношению к Армении ничем не отличается от позиции Турции по отношению к Азербайджану. И это было 30 лет назад. Поэтому ответ на вопрос. Это христианский фактор, этнический фактор, политический фактор. Что в конечном итоге влияет же на политику, на истеблишмент в этой стране. Посмотрите на средства массовой информации. Как они там работают. Будто Фигаро, Ламонт. Или вообще гуманитарные какие-то проекты, которые вы там видите. Там Азербайджаном вообще не пахло. Вообще не пахло. Азербайджан только-только стал делать первые шаги на французской земле после развала Советского Союза. А это была не наша территория, чужая территория, полностью проармянская, антитурецкая, антиазербайджанская. Точно так же и в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах Америки целый штат у них в руках. Там, например, они в районе Марселя и Парижа очень сильно влияют. А здесь целый штат, самый крупный штат Соединенных Штатов Америки. Откуда избираются два сенатора и больше всех конгрессменов. И за этот штат всегда боролись демократы с республиканцами. Ну, так уж традиционно получилось, что это находится под крылом демократов. И далеко не случайно демократы всегда использовали этот штат в своих спекулятивных целях. Против Турции, особенно когда приходил 24 апреля. И нынешний президент Соединенных Штатов Америки оказался единственным, который, в отличие от всех предыдущих, выполнил обещание, которое он давал в Калифорнии. То есть он официально признал. Ну, то есть, опять же, признал это ничего, но это политический фактор. То, что он признал дальше, что от его признания ни холодно, ни жарко никому. Я имею в виду Турции. То есть в предметной плоскости это никогда не пойдет. Но это политическое заявление. А зачем ты делаешь это политическое заявление? Потому что ты хочешь получить голоса выборщиков этого штата. Регулярно ты это получаешь. И Барак Обама это получил, и ты получил в свое время, и ты хочешь сегодня это также получить. Поэтому война, Вторая Карабахская война, когда началась? Кто был президентом? Демократ или республиканец? Республиканец. А почему? Потому что при Байдене это было невозможно. Америка вела бы себя по-другому. А республиканцам до лампочки, по большому счету. Они по-другому относятся ко всем этим территориям. Тем более, когда у них транснациональные компании делают деньги. Не надо будет, они закроют глаза на убийство Хашоги, как это сделал тот же Дональд Трамп, да, и заключил контракт более 100 миллиардов долларов. И с уйгуруми они точно так же поступают. Это, так сказать, классические примеры того, чтобы вам было понятно, как работает западная машина. И демократическая машина так же работает. Но просто там, где им выгодно, они будут на эту тему говорить. Вот заметьте, да, на тему армяно-азербайджанского конфликта они провели слушание в Конгрессе, они провели слушание в Совете Безопасности. И поэтому сегодня вся Калифорния, она байденовская на этих выборах. А касательно уйгуров, много вы слышали за последнее время каденции Байдена? Тему уйгуров, чтобы муссировалась бы здесь в Соединенных Штатах Америки? Категорически нет. А почему? А во время Трампа она муссировалась. Потому что сегодня это Байдену невыгодно. Он с Сидзимпинем договорились. Они два раза встречались, несколько раз разговаривали по телефону. Не эскалирует ситуацию ни на Украино-Российском фронте, ни на Ближнем Востоке. И не где-то, а в другом. Потому что Сидзимпинем выгодно, чтобы Байден остался бы на этой должности. Естественно, Байден не будет вспоминать правый гуров. Это спекуляция. Это так устроены. Двойные, тройные стандарты. Вы меня спрашиваете, почему? Так они работают. А почему они поддержали их? Потому что во Франции нет полмиллиона азербайджанцев. Там и даже 10 тысяч нет. Так же, как здесь в Соединенных Штатах Америки. Вот и ответ, элементарный вопрос. Потому что этот истеблишмент, он представлен в средствах массовой информации. Среди конгрессменов, среди сенаторов. Посмотрите, Адам Шеф. Все ключевые комитеты. Комитет по разведке, по вооружению. Это все они. Один или депутат с Калифорнией. У другого жена армянка. Как Менендес, например. И многие другие. То есть они все так завязаны на этом. Нэнси Пелоси точно так же, она с Калифорнией. На самом высоком уровне, естественно, когда все это тихо-тихо оттуда, с этнических армян, эволюционно дошло до Вашингтона, заняло все ниши. Газета Вашингтон-Пост, Нью-Йорк Таймс, Голос Америки. Вот посмотрите на Голос Америки. Я на них наехал по полной программе. Я отказался, я больше им интервью не даю. Вот когда началась вторая Карабахская война, когда началась, раз наехал, два наехал, в конечном итоге я публично их всех обвинил. Про армянская позиция. Но вы же Голос Америки. Я американец, я плачу налоги. Вы должны соблюдать баланс. Нравится вам азербайджан, если нет, но вы всегда подавайте баланс информации. Вы даете посла Армении, дайте посла Азербайджана. Даете армянского эксперта, дайте азербайджанского эксперта. И стоите в середине. Они же этого не делают. Потому что, посмотрите, кто ведущий Голос Америки. Русской студии. Этнические армяне. Люди, которые женаты на армянках. Армянская повестка. То есть в этом азербайджанский сегмент Голос Америки вообще не слышен. Вообще не слышен. Этнические армяне это ничего не значит в данном случае ведущие. В данном случае... Нет, это ничего не значит. Редакционная политика это одно. Ну, а то, что этническая армяне это... А это... Азербайджанцы и армяне. Дело, дорогой, я только что-то говорю. Я знаю, о чем я говорю. Потому что редакционная политика как раз таки определяет этнические армяне, которые являются главным редактором. Который потом может выходить и в эфир и работать в том числе. Вы мне будете говорить? Я их всех наизусть знаю. Я здесь живу. Голос Америки. Русская студия полностью проармянская. И в кадровом плане точно так же. И в целом политика... Голос Америки это демократический рупор власти. Демократический. Радиус свободы. Настоящее время Америка. Радиус... Это все демократический рупор. Поэтому там мочат Трампа. И там поддерживают Байдена. Вашингтон, пост, Нью-Йорк Таймс точно так же. Мы же знаем... Вашингтон, пост, Нью-Йорк Таймс. Нет, я говорю, редакционная политика понятна. Я просто привык к тому, чтобы не обращать внимания на этничность. Нет, можно не обращать внимания, да? Можно не обращать внимания, но, извиняюсь, ты вынужден обращать на этниность. Что, давайте не будем обращать на этнический состав Калифорнии? Нет, Калифорния это другое. Это демография, это выборы. Одна секунда. Одна секунда. Она не армянка технически. Она не пелосян. Она пелосян. Понимаете? Но она ведет себя, как пелосян. Вот и все. Почему она не ведет, как пелосязаде? Она не должна вести ни как пелосязаде, ни как пелосян. Она должна быть пелосян, как гражданка Америки. И она должна стоять посредине. Она не должна проявлять тенденциозность. Ни в том, ни в другом вопросе. А кто тенденциозность проводит? Она проводит. Демократы проводят. И вот эти все каналы в том числе. И там это имеет отношение напрямую к этническому составу, напрямую к сращиванию армянского комьюнити с политическим истеблишментом. Как во Франции, так и в Соединенных Штатах. Я здесь живу. Вы мне будете говорить? Я здесь наизусть это знаю. А что я в данном случае сказал? Я сказал, что есть революционная политика. И есть этничность конкретного человека, на который, я думаю, не стоит акцентировать. Я когда говорил, я говорил конкретно про голос Америки. В жизни, конечно, огромное количество можно встретить этнических армян, которые сегодня находятся на правильной позиции. Почему бы нет? Есть такие. Особенно, которые родились в Баку. Уроженцы Баку, например, этнические армяне, которые пострадали от этого конфликта. В Армении тоже, я надеюсь, можно встретить сегодня правильно рассуждающих армян, которые понимают, в какую трагедию 30 лет назад вот эти все своим дурацким милосудом загнали и создали вот эту проблему между двумя народами. А теперь расхлёбывают. Конечно, я надеюсь, на это не может быть, чтобы у народа не было здравого смысла. Сам факт того, что сегодня Пашиняна поддерживает больше, чем поддерживает Кочаряна Саркисяна, несмотря на то, что Пашиняна вроде бы возглавляла эту страну, когда они проиграли Вторую Карабахскую войну. Да, это тоже определенный позитив, определенная надежда. Но мы же видели этого Пашиняна с 2018 года, по сегодняшний день. И его шараханье. То в район Москвы, то в район Парижа, то в район Америки. Много чего он делал. То даже шел на контакт с тем же Азербайджаном. Вот у него шараханье. Поэтому к нему такое же отношение. Потому что если ты на самом деле хочешь идти на мир с Азербайджаном, ты не должен так же вести себя. А ты ведешь себя таким образом. Получается, ты пугаешь Западом Россию. А Россия тот же Запад. Только для чего получить. И еще Азербайджан добавляешь с Турцией. Только для чего удержаться у власти. Получить дивиденды, деньги. Или ты хочешь идти на подписание мирного договора. Ты определись. Нельзя быть беременным наполовину. Нельзя играть в эти игры. Ты в конечном итоге проведешь твою страну к сериализации. И от твоей страны ничего не останется. И государственная твоя страна исчезнет. Ты это хочешь. Я не думаю, что он хотел бы этого. Но он может не понимать, но он может к этому и привести. Я просто как сосед, я не хочу, чтобы там запылало. Потому что там запылает, мне от этого ничего хорошего не будет. И вам, Грузия, ничего от этого хорошего не будет. Потому что хотят, говорят, Россия должна уйти. А как вы ее собираетесь отсюда выдавливать? Напичкая оружием Армению, вы сначала создаете микроклимат нормальный с соседями. А потом ее напичкаете. А напичкаете, если есть оружие, оно всегда где-то начнет стрелять. А сидеть, пугать о том, что Азербайджан на вас нападет, такого не будет. Потому что Азербайджан свое взял. Мы просто хотим мирный договор. А вы не идете на это. Вы говорите это, но вы не идете на это. А мы поэтому, как вот в этой поговорке, хочешь мира, готовься к войне. Вот мы хотим мира, но мы и готовимся к войне. А все, что вы меня спрашиваете, это касательно Франции и Соединенных Штатов Америки. Я надеюсь, я ответил на этот вопрос. Да, мы немного отошли от темы, просто тема следующая. То есть вы, в принципе, вы ответили на мой вопрос о количестве голосов, которые принесет политикам в ЕС и в США встреча с азербайджанским руководством. Количество голосов это не принесет. Но есть реальная политика, так называемая. И я тут, чтобы я никогда не был поклонником демократов, до слова в данном случае в защиту демократов скажу. Потому что контракт Века, который изменил абсолютно геополитику региона, и Баку-Тбилиси Джейхан был заключен при Клинтоне. А он, если я не ошибаюсь, был демократом сегодня. Баку-Тбилиси Джейхан, я вам сразу репликой на реплику. Это в первую очередь благодаря Гейдару Алиеву, Эдуарду Шаварнадзе и в первую очередь Бритиш Петроли. Это же было при Клинтоне. Причем, мало ли, что активную роль, кто играл на земле. Я об этом говорю. Активную роль-то понятно, что играли они, но это было при Клинтоне. То есть, администрация США тогда поддержала этот проект. То есть, поддержки было бы сложно. Они там свои получили, конечно, они поддержали. Ну так вот, я и говорю, что делать тогда с разрывом между реальной политикой и электоральными ожиданиями? Кому? Кому вы спрашиваете? Кому? Я все спрашиваю про Соединенные Штаты и про Францию, не про нас же пока. Нет. Про аргументу мы сейчас поговорим. Нас тоже касается, поэтому я хотел уточнение у вас. Что делают? Их используют, а потом забудут. Так было всегда. Так было всегда. Поэтому сегодня отношения Соединенных Штатов Америки и у меня вызывают эти вопросы. Я не верю в позицию США. Я не верю в позицию Франции. Что они заинтересованы в мирном договоре. Так, как это нужно, например, Азербайджану, так, как это нужно Армении. Они играют. Они имитируют это. Потому что если они хотели бы, на самом деле, заключение мирного договора с Азербайджаном и мирного договора с Турцией, они работали бы по-другому. Так, как раз-таки, чем мешает мирный договор? В данном случае, чем мешает мирный договор? Как раз-таки, им как бы напрямую выгодно, чтобы был мирный договор, чтобы было спокойствие, чтобы успокоить избирателей и заниматься реальной политикой. Разве не так? Во время выборов это нет. Потому что это неприемлемо. В Армении, в Калифорнии совершенно по-другому рассуждают. И во Франции по-другому рассуждают. В Армении, в Армении разные мнения. Посмотрите, как падает рейтинг того же Пашиняна. Последние опросы недавно очень наглядно вы с Эльдаром Намазовым, моим другом, хорошо обсудили. Поэтому мы должны учитывать и социологию, и идущие процессы. И не забывать о том, что в США идут сегодня президентские выборы. А мирный договор во время президентских выборов, особенно учитывая умонастроение в Калифорнии, не совсем вписывается в стратегию Вашингтона. Ну, там еще выборы в Конгрессе и в Сенат будут, не будем забывать. Тем более. Тем более. Скажем так. То есть, Вы считаете, что электорально невыгодно, Вы говорите о том, что электорально невыгодно сейчас заключение мирного договора до выборов в Конгрессе и в Сенатах и в Президентах. В Конгрессе и Президентах в Сенатах, по-моему, нет выборов, если я не ошибаюсь. Есть, и в Сенатах тоже есть. В Конгрессе и Сенатах. В Сенатах каждые 2 года по 30% меняется. Каждые 2 года 100% меняется. Поэтому 30% Сената будет меняться. Просто в зависимости от того, где какой Сенатор уже 6 лет отсидел. В Конгрессе 100% или 500? Президентах 100%. Все 435 голосов, все 435 каждые 2 года меняются. Просто он может каждые 2 года меняться и 30-40 лет нам сидел. А в Сенате они меняются каждые 6 лет. Поэтому сегодня это невыгодно. Если вы меня спрашиваете с электоральной точки зрения, потому что это считается поражением в Калифорнии сегодня. Потому что если, например, на секунду, почему послы США и послы Франции по сегодняшней линии не посетили... Да, это важный вопрос. Я это хотел бы задать, вы сами задали. Если это произойдет, если это произойдет, тогда вы увидите хай, который поднимут в Калифорнию, антидемократический, ну, против того же Байдена. Я напоминаю, вот недавно Соединенные Штаты Америки в Организации Объединенных Наций воздержались от права ВЕТА против Израиля. Помните? И впервые резолюция прошла. Как это отразилось на голосах, это немножко подняло настроение пропалестинских избирателей за Байдена и усилило антиизраильский электорат того же Байдена. И особенно они исходят из того, что как эти пропалестинские и израильские избиратели распределены как по всей Америке, особенно в этих шести неопределившихся штатах. Я хочу, чтобы вы понимали, российско-украинская война, 7 октября арабо-израильский конфликт, Южный Кавказ и вообще все, что вы увидите на шарике, это все рассматриваете через призму выборов в Соединенных Штатах Америки, американо-китайские отношения, в том числе, то, что связано Израиль с Францией, Израиль с Ираном, вот то, что бомбежка недавно в Дамаске, это кому выгодно? Я думаю, это произошло без отмашки с Вашингтона. Тантаньяху и Байден не ладят, они не переваривают друг друга, просто Израиль первый стратегический партнер Соединенных Штатов Америки вне НАТО, и кто бы ни был президентом Соединенных Штатов Америки, он должен будет хотя бы внешне соблюдать приличие и поддерживать. Поэтому заметьте, тот же Энтони Блинкен после пресс-конференции с Пашиняном, Урсулой фон дер Ляйен и Боррелем, когда они разговаривали, потом у него была последняя встреча там, другой мероприятие, знаете, там 75-летие НАТО праздновали, и там на пресс-конференции он касательно Израиля сказал такую фразу, если Израиль не пересмотрит свою позицию касательно гуманитарных коридоров, РАФАХа и всех других моментов, нам в Соединенных Штатах Америки придется пересмотреть свою политику в отношении Израиля. Это говорит государственный секретарь Соединенных Штатов Америки, четвертый по иерархии государственной власти и третий человек в исполнительной власти, после президента и вице-президента. И он это публично озвучил, потом это подтвердил и Джон Кирби. Но до этого он сказал обычную фразу, но мы поддерживаем право Израиля на самооборону и так далее и тому подобное, потому что он это должен был сказать как союзник Израиля вне НАТО. Вы видите, как используется и эта тематика во внутрополитических лиц Дебрях. Посмотрите, как демократы стали наезжать на эту тему. Поэтому, например, в арабо-израильском конфликте демократы на стороне, ближе к палестинской стороне, республиканцы ближе к израильской. Поэтому и бомбили посольство, поэтому будет там эскалация. Вполне могут бомбить что-нибудь и на территории Ирана. Иран может ответить. Эскалация кому выгодна? Демократам или республиканцам? Республиканцам. Чем больше эскалации вне Америки, чем больше напряжения на границе Мексико-Американской, тем больше напряжения в Белом доме. И будет трудно справиться с ситуацией. Значит, плохой президент не справляется. Надо его менять. Особенно среди тех, которые не определившиеся. Вот именно вот так я отвечаю на ваш вопрос. Поэтому, когда у меня спрашиваются, электорально это влияет или не влияет, очень сильно влияет. И армянская тема в том числе и влияет. Я спросил по поводу разрыва между реальной политикой и электоральными ожиданиями. Потому что электоральные ожидания, прошу прощения, всегда на первом месте, ну об этом и я часто говорю, на правах соведущего. Но теперь вопрос в другом. Теперь вопрос в том, что хорошо, тут-то все понятно. Есть еще один игрок в этой, во всей истории. И игрок, который ослабленный, раненый, может быть, в одно место. Прости меня, господи. Но, тем не менее, который есть, который существует, который есть и на земле, который есть во всех трех странах Южного Кавказа, я имею в виду Россию. Вот если с этой точки зрения посмотреть, ведь в России, на самом деле, если мы говорим об армянской диаспоре, в России она самая многочисленная в мире. Это первое. Ну и армянская лобби достаточно сильная в России. Хотя в России тоже достаточно сильная азербайджанская лобби. Что за Россия? Или там, так как нет выборов и нет вот этой демократии, значит, соответственно, значит, и не обращают внимания на все это? Или все-таки обращают? Здесь несколько моментов. Вот вы сказали, там самое большое армянское лобби находится. Диаспора. Да, диаспора. Ну, лобби, диаспора, комьюнити, как хотите, называйте. Вы также добавили, что довольно большая и не менее точно такая же почти, что по масштабам азербайджанская. И видите, как азербайджанское лобби в той или иной мере уже сегодня, нам это не удавалось 30 лет тому назад, но сегодня мы уже как-то можем нейтрализовывать. А во Франции, в Соединенных Штатах Америки у нас это не получается. И мы пользуемся возможностями дружественных для нас стран. В первую очередь Израиля и Турции. И других, которые на этих территориях в той или иной мере работают. Но в любом случае это пока не дает того эффекта, который это нам дало на российской территории. И результат Вторая Карабахская война. То есть мы больших успехов добились в информационной войне, во влиянии на истеблишменты и в Европе, и в США, и в первую очередь той же России. Да, ну это же все в динамике, это все меняется. Поэтому, когда вы меня спрашиваете, если бы или конкретно теперь про Россию, касательно возможности армянской диаспоры, они по сравнению с тем, что они делают в Европе и в США, они не так сильны. Я имею в виду, потому что у нас уже есть там определенные возможности. Плюс сама политика России, которая сегодня пошла путем Советского Союза, Российской империи. То есть вся вот эта, так сказать, идеология, она как будто бы реанимируется. И реанимируя эту идеологию, они вот дошли до того, что как будто бы началась уже конфронтация два года назад. То есть до этого конфронтации как таковой не было. Все время они наезжали, Запад делал все время шаг назад, шаг назад, загоняли проблему вовнутрь, давали подраздачу всех нас. Но Россию не трогали. Россия была, Россия НАТО, Россия была восьмерки, как во времена Ельцина, так и во времена, в начальном этапе того же Владимира Путина. Но когда Россия уже перешла эту красную линию, будучи уверены, что Запад и это проглотит два года тому назад, ну вроде бы это не произошло. И опять же не от того, что Запад такой вот хороший стал вдруг внезапно. Запад и тогда был готов это сделать, но Украина поломала всю повестку. И теперь все с этим вынуждены считаться. И тихо-тихо начинается меняться. И меняется сама Россия, и меняется сам Запад, и вообще поменялась политическая конъюнктура. И даже те страны глобального юга, так скажем, которые не имеют отношения напрямую к этой войне, но которых она также затрагивает. И поэтому мы должны рассматривать поведение этих стран через призму идущих геополитических процессов. Поведение той же России в том числе. Поведение до интервенции, агрессии против Украины 24 февраля, два года тому назад, было одно. Поведение сегодня совершенно другое. До этого они были уверены. И когда, так сказать, они напрямую не вмешались в конфликт, во время Второй Карабахской войны, они просто поддерживали тоже Армению оружие. Но войсками они, естественно, не поддерживали. Хотя напоминаю, бомбили и Гянджу, бомбили и Барду, бомбили и другие города, которые находились далеко за территорией Карабаха. И очень много было. Я напомню, еще около Баку, в Хардалане, под Баку, и Эскендер там тоже пролетал. А это че? Оружие. И под чьим командованием находятся. То есть не все так однозначно, да, как говорят. И вы думаете, вертолет российский тоже был сбит. И никто не знает, откуда тут ноги растут. Кому надо? И в Москве это знают, и в Ереване это знают, и в Баку это знают, и в Вашингтоне это знают. Вы здесь на линии или нет? Я сам с собой разговариваю. Да, конечно, я на линии. Как же я не на линии? Ну вот, я продолжу. Вот я порвлюсь даже, чтобы это... Просто вас с крупным планом, зрители очень хорошо вас принимают. Тишина пошла так. Я подумал, вдруг случайно вы отключились с линией. Я к тому говорю, чтобы... Мы когда хотим оценить поведение той же России, мы должны понимать, какая политическая игра идет сегодня. Вот на сегодняшний день надо оценивать. И отношения России через эту призму рассматривать. Я, Давид, вам показал всю, так сказать, ретроспективу 30-летнюю. И она тоже поменялась. Россия тоже сегодня другая. И мы сегодня другие. И политическая ситуация другая. И Запад вынужден сегодня быть другим. И если он сегодня поддерживает ту же Армению, он это оборачивает уже совершенно в другую какую-то оболочку. А плюс я уже напоминаю, да, и Давид, когда я рассказывал, я вам забыл еще отметить. А 907-я поправка. Они в Шушу не ездят. Они ни послы, ни Армении, ни США, ни Франции. Так они еще 907-ю поправку не отмечают. Отменяем. Отмените это все. Создайте положительный фонд. Нейтрализуйте тоже Россию. А когда начинают говорить, вот Россия говорит то же самое, что говорят, например, Турция и Азербайджан, так они и пользуются этим. Вы им даете эти возможности. А вы сделаете что-то, вот это все сделаете, и посмотрите, как они запоют. Если, например, послы этих стран придут, посидят Шушу и примут участие в каком-нибудь международной конференции. Что-нибудь скажет нам Мария Захарова? А что она скажет? Российский посол идет туда, почему американский не может пойти? А так они говорят, вот мы идем, а они не идут. Значит, они не заинтересованы. А вы покажите, нейтрализуйте их нарративы. А вы этого не делаете? Вы, наоборот, им даете возможность. И теперь мы проявляем свое недовольствие, Турция проявляет свое недовольствие, и они проявляют свое недовольствие, только они все свои колокольные это проявляют. И армяне хотят преподнести. Вот они все заодно, они против нас. У нас у всех разные интересы. Просто вы играете в те игры, в которые вы играете, а мы играем в свои игры. Если России завтра нужно будет как-то по-другому вести, она будет вести себя по-другому. Напомню, с той же Турцией в 2015 году буквально, 9 лет тому назад. На ножах они не стояли? Стояли полгода. А почему? Значит, завтра такое может быть? Тоже может быть. А сегодня, между прочим, некоторый холодок есть, напомню, между взаимоотношениями Турции и России. А президент России же планировал посетить Турцию после президентских выборов. Почему отложили? Не задавались этим вопросом? Задайтесь этим вопросом, поинтересуйтесь. А потом посмотрите... Почему отложили? Ну, давайте тогда скажите нам. Ну, я вот просто и насказал. А потом я вот шел к этому. То есть, отложили? Отложили. Что бы там нам не говорили в пресс-релизах, вы уже поняли, что пресс-релизы в 90% говорят неправду. Это просто картинка, которую нам показывают. Но факт остается фактом, аналитика должна базироваться на фактах. Факт остается фактом, что его отложили. Отложили так. И посмотрите на взаимоотношения Турции и США за последние несколько месяцев после президентских выборов. Как министром иностранных дел стал Хакам Фидан. Один из самых, так сказать, авторитетных турецких политиков, который пользуется большим авторитетом на Западе. Человек долгие годы возглавлял разведку. И вот как результат. И Швеция, и Финляндия, и, то есть, в НАТО. И 23-миллиардный контракт на F-16, модернизацию старых и поставки новых. И многие другие вопросы. Вот это как вишенка на торте. Последняя встреча Хакана Фидана и Антони Блингена. И огромные делегации. Нам многого не сказали, но мы видим, как это все усиливается и усиливается. Более того, усиливается военно-промышленный комплекс в той же Украине. Это все тема, которая не очень-то нравится в той же Москве. Но, с другой стороны, у них довольно определенные отношения имеются. И не только в области атомной энергетики. Хотя атомная энергетика, она очень важна и для той же Франции, и для тех же Соединенных Штатов Америки. 56 этих атомных реакторов, которые находятся во Франции, на две трети держатся на уране, который поставляется с той же Россией. По сегодняшний день. А это Франция, которая собирается якобы отправлять войска НАТО в Украину. Это я к лицемерности, да, вот такого типа заявлений, которые делаются теми или иными политиками. Поэтому позиция России сегодня, мне как азербайджану, очень понятна. Они играют свою игру и с Азербайджаном, и с Турцией в том числе. Но и Азербайджан играет свою игру. И с Россией, и с Западом, и с Соединенных Штатами в том числе. Равноудаленность у нас. Мы делаем так, чтобы им было выгодно с нами. Им выгодно с нами. Мы идем на этот контакт. И с Россией, и с Европой, и с США. Им не выгодно, мы не идем на этот контакт. Урсула Фондерля им выгодно было в Баку приехать, заключить, так сказать, документ, подписать об энергетической безопасности. Приехала, подписала. Хочешь дальше продолжать эту тенденцию? Хочешь, чтобы к тебе хорошо относились бы? А Урсула Фондерля, на самом деле, она, в отличие от многих европейских чиновников, два года по отношению к Украине вела себя достойно. Она представляет Германию. Она все-таки бывший министр обороны Германии. Харизматичная такая, выливая женщина. Видно, да, с характером. И как будто бы хочешь оставаться в центре? Хочешь пользоваться уважением политического руководства Азербайджана и лично президента? Старайся стать в середине. Не шарахайся на армянскую сторону, как это делает Боррель или Эммануэль Макрон. Стой в середине, чтобы Брюсуле мы доверяли бы, что вы хотите быть посредником. У вас свои интересы. И эти интересы не против интересов того же Азербайджана и против интересов Турции. Это все зависит именно от этого. Но Россия на этом играет. Россия играет на ошибках Запада. Очень сильно играет. И постарается это преподносить. И просто эти ошибки, они совпадают с озабоченностью и Азербайджаном, и Турцией. Но это, я так понимаю, все временное. И тихо-тихо, как вы видите, все это закрывается. За эти три года посмотрите, чего добился Азербайджан благодаря той же Турции. Вот здесь, на Южном Кавказе. Полностью суверенитет восстановлен. Я думаю, заявление президента Турции о том, что я не сомневаюсь, что мой друг Владимир Путин выполнит свое обещание и войска в 25-м году покинут территорию Азербайджана. Он сделал это публично. Вы думаете, он просто так и такие заявления делает? То есть Турция не приемлет. На бумаге написано, написано. Дальше этого срока вам там делать нечего. Можете уходить пораньше. Нет проблем. Если вы хотите до конца быть, будьте там до конца. Но вы, опять же, сегодня в той ситуации, в которой вы находитесь, вы даже шаг влево, шаг вправо сделать не сможете. А если вы хотите оттуда куда-то перебазироваться, только на территорию Армении. И с армянской стороны. А где вы там будете, это решается вопрос с Арменией. Азербайджан в эти дела не вовлекайте. Потому что в Азербайджане не должно быть никого, ни одного российского солдата. Это позиция Азербайджана. И мы добьемся этого. Можете не сомневаться. Вот я вам публично всегда говорил и про Ларшинский коридор, и про Ханки-Анди, и про Ходжал, про все это говорил. Вот я вам публично точно так же говорил. И последний российский солдат очень скоро покинет территорию Азербайджана. Можете не сомневаться. Вопрос, который я очень надеялся, что мне не придется его задавать, но приходится. Вот уже какой день на границе Армении и Азербайджана слышна беспорядочная стрельба постоянно. Ну, слава Богу, что беспорядочная. Слава Богу, что без жертв. Считали, что это в преддверии встречи с Брюсселем. Встреча с Брюсселем. Встреча с Брюсселем, как бы она прошла. Уже какой день. Продолжается это все. Ну, раз в день, как по расписанию, вместо обеда или ужина. Причины? Все те, которые я, Азербайджан, озвучил. Недоверие сторон друг к другу и огромное количество интересантов, которые очень сильно влияют на внутреннюю политику в Армении. Как внутри страны, так и внешне. Армения и тот же Пашиня не совсем контролируют ситуацию внутри своей страны. Особенно в силовых структурах. Ситуация в Армении не такая, как в Азербайджане. Поэтому, если Азербайджан что-то делает, мы можем напрямую это связывать с азербайджанской властью. Потому что азербайджанская власть полностью контролирует всю ситуацию внутри своей страны. Про Армению мы этого сказать не можем. Поэтому, зная о том, насколько сегодня там сильна позиция России. Сегодня там российские, так сказать, силы, особенно в силовых структурах, они есть. Огромное количество денег. Разведки разных стран там работают. И западные, и Иран там работают. И Россия там работает. Поэтому нетрудно предположить, что когда что-то происходит такое, что не соответствует интересам многих интересантов, значит нужно эскалировать. А как это сделать? Значит нужно провоцировать. Другое дело, зная о том, откуда это растут ноги, я думаю, что Азербайджан всегда будет правильно реагировать. Там, где точно надо бить десятку, Азербайджан бьет десятку. Во всяком случае, за эти три года я еще ни разу не увидел, с первого дня Карабахской войны по сегодняшний день, чтобы Азербайджан где-то совершил ошибку. Даже своими наездами занимая эти ключевые высоты, Азербайджан сделал все правильно, и все это приняли. И никуда они не делись. И если, опять же, что-то такое будет сделано, Азербайджан точно так же сделает силовое давление. Вы спрашиваете меня, будет ли полномасштабный? Не будет. Потому что это не в интересах Азербайджана и не в интересах Турции. Но силу показать Азербайджан будет регулярно, пока не будет мирного договора, пока не начнется процесс делимитации, демаркации, пока не будут возвращены эти селы, пока Армения и стоящие за ней силы на Западе не покажут откровенно, вот так не опустят вожжи. Все, мы сдаемся. Мы идем на мир. Мы больше в эти игры не играем. Послы наши пошли туда. 907-я поправка отменена. Все, мы идем. Мы поддерживаем Армению. Вот мы будем поддерживать Армению так, как мы хотим, как мы считаем нужным. Но мы и Азербайджану, все то, что было нанесено Азербайджану, и разминирование, гуманитарная поддержка, восстановление инфраструктуры вот этих всех оккупированных районов и так далее, и азербайджану скажут, ну, слава богу, поумнели. И тогда вы увидите, как Россия в этой ситуации окажется в очень сложной ситуации. Как российские силы внутри Армении, так и многие пророссийские, так сказать, пятые колонны, которые залегли и в Азербайджане в том числе, и в Грузии в том числе. Потому что не надо давать повод России использовать неправильную вот эту политику, то есть нерешенность этого конфликта, нерешенность этого конфликта, отсутствие мирного договора между Арменией и Азербайджаном, Арменией и Турцией, это лить на воду Россию. Я вас не слышу. Прошу прощения. Спасибо вот за это замечание. И потому что оно непосредственно связано с моим следующим вопросом. Давайте договоримся о том, что все, кто нас сегодня смотрит, интересуются политикой. Ну, если не интересуются, то, значит, попали случайно. А вообще-то все наши зрители и так или иначе интересуются политикой. А так как они интересуются политикой, главный вопрос, который должен тебе задавать человек, которому интересно, зачем? То есть целеполагание. Причины целеполагания. И в данном случае, если мы говорим про поддержку коллективного Запада Армении, сегодня мы уже сказали про причины, но целеполагания, цели какие? Когда говорили про 300 миллионов, что это мало, мало для чего? Мало для того, чтобы оторвать Армению от России. Это понятно. Но совсем не мало, чтобы поддержать сегодня властью Армении. Так ведь? Вот эти 300 миллионов, это определенная превенция против возможных санкций со стороны России, может быть? Как вы считаете? Это не та сумма. Эти 300 миллионов исключительно мягкая сила для поддержания правозападных настроений внутри Армении. Да, и отчасти поддержать Пашиняна и его сторонников. Особенно в информационном, гуманитарном плане. Но это не та сумма, если они хотели бы реально. Они здесь вот... Это такого типа как... Это не сумма для отрыва. Да, я про это и говорю. Для того, чтобы, например, сделать... Вот именно, как сказать, показать, что мы идем именно этим путем. Там надо 300 миллионов, там нужно хотя бы 5 миллиардов, 10 миллиардов. Потому что в целом, например, чтобы полностью оторвать Армению от России, ну, порядка 30-40 миллиардов. Сделайте программу на 2-3 года. Это не такие большие деньги для Запада, а это огромные деньги для Армении, такой маленькой. Вот когда будет такая программа озвучена, и скажут, что это программа на 2-3 года, тогда можно будет говорить о том, что у Запада серьезные намерения. А когда это делается так, это почти то же самое, как они поставляют оружие Украине. Чтобы Украина не проиграла. И все. Они не говорят о том, чтобы Украина выиграла. Точно так же и здесь. Они не говорят о том, чтобы Армения ушла из объятий России. Чтобы мы здесь были. Чтобы мы здесь были. И если завтра... Если наши интересы сегодня защищают Пашинян, мы это ему даем. Если завтра наши интересы будут защищать другой, более конъюнктурно подходящий, мы будем в него вкладываться. Но мы сегодня на конфронтацию с Россией. Сами не хотим идти здесь. И Пашиняна призываем на этой не идти. Мы просто хотим держать руку на пульсе. Поэтому мы не заинтересованы в мирном договоре между Арменией и Азербайджаном, между Арменией и Турцией. Потому что им нужен нерешенный конфликт. Они 30 лет так вели себя. Просто ситуация поменялась. Азербайджан объясняет. Раньше вам это удавалось так проводить. Потому что и мы, и они были как кнут и пряник. Они что-то не так делали. Вы в нашу сторону реверанс. Мы что-то не так делали. Вы в их сторону реверанс. Но зато в целом это было выгодно и им. Это Россия делала так. Запад там вообще не присутствовал практически. Гело, дорогой, не надо. Не надо вот этот нарратив. Регулярно я это слышу. Запад, если бы Запада, Запад там, что значит, Запада там не был. 907-ю поправку против Азербайджана не Россия сделала. Конгресс Соединенных Штатов Америки. Это понятно, но на земле-то Запада не было. Вы что, не понимаете? На тот момент на земле ими не надо было быть. Им они обеспечивают... А Россия говорит, ты обеспечиваешь эту крышу. Русские обеспечивают эту крышу. Армянин вот сидит в Ереване и он говорит, я от тебя это хочу. От француза он это хочет, от американца это хочет. Ему не нужно оружие, потому что это оружие обеспечивает русский. А сегодня русский это ему не обеспечивает. Он бежит сегодня и говорит, ты мне обеспечь это, ты мне обеспечь это. В Индии обеспечат это и так далее и там подобное. Вот чем он занимается. Я хочу вам это объяснить. А вы хотите этот Запад все время быть адвокатом им. Для нас сегодня в качестве центров, которые ненавидят Азербайджан, не приемлют нашу победу, никакой разницы нет. Вот для меня, для азербайджанца, живущего здесь в Америке, я еще гражданин США, никакой разницы нету по отношению к тому, что они радуются азербайджанской победе или нет. Никакой разницы. Отношение России точно такое же, как отношение США и точно такое отношение, как Франция. Вот этих трех сопредседателей минской группы. Никто из них не радуется. Просто каждый из них не радуется, исходя со своей колокольной. Но мне-то какая разница, почему американец не радуется моей победе, француз или русский. Главное, они не приемлют эту победу. Вот о чем идет речь. А вам Россия не нравится, вы всех собак на нее вешаете, а в Запад выпячиваете. В то время Запад такой же негодяй по отношению к Азербайджану, как та же Россия. Они виноваты в этом. Они виноваты в том, что оккупирована наша территория. Они виноваты, что 20% территории было оккупировано. Миллион беженцев. Карабах и все остальное. И ничего они палец о палец для этого не сделали. Да вы говорите, их там было мало. Но их было ровно настолько, насколько они нужны были в Армении. Сегодня Армению хочется от них чуть-чуть побольше. Потому что Россия немножко по-другому сегодня ведет себя. А Россия ведет, потому что сегодня по-другому она и вести не может себя. Но это как шахматная партия. Если у тебя были активные фигуры ферзь и ладья, то сегодня нет ни ферзи, ни ладьи на шахматной доселе. Там конь и слон. Или пешки. Ты должен исходить из той позиции, которая у тебя сегодня на этом, в данном случае, да, миттельшпиль. А там впереди еще эндшпиль. Так давайте исходить именно из этого. И эти стереотипы отбросим. Я сам живу на Западе, и я всю жизнь защищал эти ценности. И защищая эти ценности... Причем? На Западе право говорит о том, что я защищаю эти ценности. Иначе я переехал бы в ту же Россию. Со своим образованием, со своим русским языком и со своими прекрасными связями на самом высоком уровне. Но я приехал с нуля, начал новую жизнь здесь в Америке. Потому что я думал, здесь свобода, демократия, права человека, суверенитет, территориальный ценност. Freedom is not free. Это не пустой звук. А оказалось, что это пустой звук, когда дошло до моего родного... Там все-таки есть. Я тому говорю, что... Если бы я о себе говорю, я продолжаю защищать эти ценности, но я не верю в то, что эти ценности защищает Нэнси Пелоси, Джо Байден, Роб Менендес, Адам Шиф. Я не верю им. Потому что, чтобы я им поверил, они должны сегодня делать вот то, что я вам давеча озвучил. Потому что, если мы говорим права человека, свободу слова, суверенитет, территориальный целостность, вы должны это распространяться на всех. И на уйгуров, и на хашоги, и на армянина, и на азербайджанца, и на грузина. Ну, дорогой Гелло, вы же прекрасно понимаете, что то, что разрешено армянам, не разрешено даже вам, грузинам. А я когда-нибудь это отрицал? А зачем это? А как это такое может быть? Подождите, подождите, да, мисс? Одну секундочку. Ну, делать меня адвокатом Запада сложно. Я владелец канала, на котором 3% зрителей из США и 2% из Германии. Из Франции и того меньше. То есть, вы меня поняли, о чем я. Это первое. Второе. Я в данном случае не про адвокатство, и даже не про то, что Запад хорошо, Россия плохо и так далее и тому подобное. Россия плохо, потому что это плохо. А что касается Запада, я тут достаточно жесткий прагматик. Он такой, какой он есть, и да, нам с этим жить. Просто даже, как и Россия, такая, какая есть, и да, нам с этим жить. И вот я всегда задаю этот вопрос. Это мое мнение, дорогой. Я вам говорю, для меня, как для азербайджанского, мне надо чихать. Сегодня и на позицию России, и на позицию Запада, ну и, первую очередь, Франции, и США, потому что я на все это рассматриваю через призму того, как они относятся к победе Азербайджана во Второй Карабахской войне, к моему суверенитету, к моему территориальной целости. Если они это искренне примут, примут, я тогда скажу, все отлично, пошли дальше. Но я этого не вижу. У них они одинаковые, просто они не радуются по разным причинам. И в этом, в этом неприятии, они все для меня одинаковые. От того, что Россия сегодня, она исчезе ада, она сегодня пошла против цивилизованного мира, напала на Украину, все так, это война не Азербайджана с Россией. Понимаете, это война цивилизованного мира. Вот пускай они и разбираются, но ты нас не избирай, ты меня и не избирай, и не давай под раздачу. 30 лет назад ты так это сделал. Я сегодня этого не хочу. Потому что и Молдову под раздачу попало, и Грузию, и Азербайджан, с Арменией, и за это горло. Второй раз я этого не хочу. Я вот к этому вас веду. И поэтому, если у них... Я понял все. Я прекрасно вас понимаю, и в этой позиции есть справедливость. Но у меня всегда вопрос, всегда вопрос, который по-разному отвечает, по-разному отвечают мои соведущие, скажем так. Вот вопрос, как по-вашему, все-таки Азербайджану выгоден отрыв Армении от России или нет? Чисто из прагматических точек зрения. Никакие ни про ценности, ни про прошлое, ни про... Вот чисто из прагматики. Прошу ответить на этот вопрос. Сейчас мы ведем вас с крупным планом, чтобы вас хорошо видел наш зритель. Если это, дорогой Гела, будет базироваться в первую очередь на мирном договоре с Азербайджаном и с Турцией, конечно, это для Азербайджана будет. Если это будет базироваться не на мирном договоре, то это просто невозможно. Это фантастика. А я с детства фантастика не читаю. Логично. Есть в этом определенная логика. Но все-таки выгоден. Понятно, что на мирном договоре это будет базироваться. На чем это еще? Если оторвать от России невозможно без мирного договора. Посмотрите, Грузия во времена Саакашвили двигалась полностью в Европу. Правильно? От России отрывалась, двигалась туда. Какие отношения были у Грузии с Азербайджана с Турцией? Каких успехов добилась Грузия во времена Шварнадзе? А почему вот сейчас одну секундочку, почему вы противопоставили влиять Азербайджан и Турцию в Западу? У Азербайджана отношение к своим соседям, которые хотят идти тем путем развития, которым им хочется идти, может быть только положительное отношение, если это в конечном итоге помогает целому региону, помогает в этом регионе. Просто другое дело, в случае с Арменией, глядя на географию и на те возможности, которые есть у России там внутри, и как Россия сегодня может влиять на эту ситуацию, это невозможно без мирного договора между Азербайджаном и Арменией, между Арменией и... Кто бы по этому поводу спорил, но только не я. Ну вот, просто я хотел это тоже зафиксировать. Но я просто категорически против противопоставления Азербайджана, а тем более Турции и Западу. Мы вместе с Турцией двигались к Западу во времена Саакашвили, и Турция нас в этом активно продерживала. Ну, в ЕС не могла, потому что она нечет в ЕС, но в НАТО самая активная поддержка нашего движения в НАТО была со стороны Турции. Сейчас, о чем идет речь? И дальше вы говорили, давайте констатируем, что Азербайджану нужна стабильная Армения без России с мирным договором с Азербайджаном. Азербайджану нужна стабильная Армения без России с мирным договором с Азербайджаном и Турцией. Правильно сказал? Правильно сказали. Ну, могли бы поменять местами. Азербайджану нужен мирный договор с Арменией, Азербайджану нужен мирный договор Арменией с Турцией, и если Армения примет решение двигаться в другую сторону от России, это внутреннее дело Армении, Азербайджан это будет воспринимать очень нормально, очень спокойно, потому что главное, что это не будет влиять никаким образом и не дестабилизировать ситуацию в нашем регионе. Если в конечном итоге это приведет к таким же отношениям, как у Азербайджана с Грузией, и у Грузии с Турцией, то есть, конечно, и у Армении так же будет, ничего плохого для нашего региона не будет. Единственный логический момент, цепочка, где может порваться, вот в ваших рассуждениях, если Россия остается Армении, не может не быть стабильной и стабильной в отношении с соседями. Невозможно это при присутствии России. Россия – главный дестабилизирующий фактор. Не потому, что я не люблю кого-то или люблю. Это объективная реальность, которая дана нам в ощущение. Согласен. Но если вы хотите враг в Россию, давайте это делать не так, как это сегодня. Я, может быть, чего-то и хочу, но мои возможности весьма ограничены, увы. Рамис, мы с вами будем несправедливы. Вопросов сегодня нет. Но мы с вами будем несправедливы по отношению к нашим зрителям. К зрителю конкретному. Честно говоря, я даже не помню сейчас, кто задал. Я прошу прощения очень сильно. Был задан вопрос про Бульфаза и ЛЧБ. Очень интересный вопрос, который я просто... Но это моя вина, я его просто пропустил, не заметил и так далее. Прошу прощения. По винную голову меч, говорят, не сечет. Поэтому я прошу вас сейчас ответить на этот вопрос. А что я... Ваше отношение к Бульфазу и ЛЧБ и... Там было как? Подождите, я вспомнил. Насколько этот человек был на своем месте? Такое... Причем без отрицательной коннотации. Просто вот... Насколько... Понятно. Я думаю, вопрос понятен. Сложный вопрос, серьезный вопрос. Потому что, чтобы характеризировать... Дать характеристику той или иной исторической личности... Бульфаза и ЛЧБ, покойный, он все-таки вошел в историю Азербайджана. Он был президентом Азербайджана. Поэтому всегда, когда мы хотим дать характеристику какому-то политическому лидеру... Здесь важно рассматривать с точки зрения исторического контекста. Ну, и ежели есть личные какие-то впечатления... Иногда бывает, люди и лично знают какого-то политика, да, исторический персонаж. Жили в одно время с ним, работали в одно время с ним. И тогда здесь второй подход. То есть есть личный момент, есть чисто политический момент. Так уж получилось, у меня и тот, и другой присутствует. Поэтому я лично его знал в разных, так сказать, ситуациях. То есть и на официальных мероприятиях. И чисто в личном плане были мероприятия. Он близко общался с бывшим председателем парламента Азербайджана, Иса Гамбаром. Он ему очень доверял. Он был одним из самых близких людей. Ну, а я как человек, который входил в ближайшее окружение Иса Гамбара, я постоянно присутствовал на всех правительственных мероприятиях. Я даже помню встречу с Маргарет Тэтчер. Даже мне там удалось посчастливиться и с ней пообщаться. Вот, во время, когда она приезжала в Баку. Поэтому я видел его и в должности президента, и в должности, когда он не был президентом. Вот, и я даже был на свадьбе у его дочери тоже. Поэтому чисто у меня есть личное впечатление. Я когда учился в Москве, в высшей школе руководящих работников, перед тем, как поехать работать в Йемен, у меня был учителем, профессор такой, еврей, доктор наук. И он учил нас всех, как там быстро определить психотипаж любого человека за пять минут. То есть он говорил, что вы станете руководителем там, вот вы должны... Но вы опасный человек, вы имеете в виду? Вот, и это по разным моментам. То есть по глазам, как человек смотрит в глаза, как прячет глаза, как он улыбается, как он смеется искренне, неискренне, как он определить, говорить правду, неправду, жестикуляция, как он кушает и так далее, и тому подобное. Как у него выглажена там рубашка, затылок, брюки, обувь, ногти. Много чего, критериев в огромное количество, я уже не говорю по разным направлениям. То есть быстро определить психотипаж. Поэтому у меня, конечно, свои личные впечатления есть и о нем тоже. И могу сказать, что, вы знаете, он был... Главное, что его характеризовало, это он был честный человек. Он трагедийная фигура, с моей точки зрения, в истории Азербайджана. Вроде напоминает король Лир. У Шекспира вот есть вот такой персонаж, король Лир, как вы помните, да? Вот. И самый главный момент... Большое сравнение. Да. И самый главный момент, который вот все отмечают, когда он ушел с должности президента, у него не было даже квартиры. Ему квартиру, кстати, выделил покойный Гейдар Алиев. Вот. После этого, да? То есть он ему дал статус бывшего президента, то есть его семье. То есть все, что он... Кстати, этот статус потом и продолжили, и дали как будто бы первому президенту Азербайджана, Аязому Талибову. Вот. И это очень хорошо. Это очень хорошо, когда... При всех сложных отношениях, которые были у Гейдара Алиева с покойным речебляем, и с Аязом Талибовым, это очень важно в стране, когда... И для общества, и для сторонников тех или иных президентов. Это... Вот именно такого типа момента ведут, конечно, в итоге консолидация. Когда идет противостояние, или когда происходит так, как, извините за прямоту, как у вас в Грузии, когда третий президент сидит в тюрьме, это ничего хорошего для общества, консолидацию общества не приносит. Я рад, что в Азербайджане мы через это миновали. Вот. Несмотря на сложности, через которые проходил Азербайджан тогда, и на противостоянии этих политиков друг с другом в том числе. Вот. Ну, так уж получилось. Он романтик был, он идейный человек был. Да, он оказался в сложное время Азербайджана на пике, и оказался на этой должности. Он очень много доверял. Доверял своему окружению. Он был идейный человек, его обмануть было несложно. И его главная трагедия была в том, что его обманули и предали люди из его ближайшего окружения. Вот. И он не цеплялся за власть. Плюнул на все и уехал в горное село, где он родился. Вот. Это уже история, понимаете. Это уже исторические такие моменты. Я вам свои личные впечатления говорю о том, что я помню мою последнюю встречу. Это было незадолго до его смерти. Мы уже знали, что он тяжело болеет. Я приехал с половничества в Мекку. Я был на хадже. Я там несколько раз был. И вот последний раз я приехал буквально незадолго до его смерти, когда он уезжать должен был в Турцию. На операцию там. Вот. И мы встретились в кабинете у Исагамбара. Мы были троем. Покойный президент Эль-Чивей. Исагамбар и я. Я ему дал джанамаз. Это коврик, на котором молятся. Четкий. И воду зям-зям. И Коран. Я привез оттуда. И когда я это ему передавал, я говорю, я это привез для вас. И на этом молильнике я там молился у Кау. Возьмите с собой, когда поедете в Турцию. Он говорит, ты же знаешь, я не совершаю намаз. Он мне так и сказал. Я же не совершаю. Я говорю, я тоже когда-то не совершал намаз. Но я как пришел к этому. Когда будет плохо, вспомните об этом. И просто знайте, что это я взял для вас. Я не знаю, он воспользовался этим или нет. Но моя последняя встреча с ним прошла именно вот эта. Поэтому. А после этого, через несколько месяцев, я помню, звонок моего близкого друга, известной нашей журналистке Севильной Ривой. Она была там рядом с ним. Ее последние минуты. Она рыдая мне сообщила о том, что он скончался. И когда она мне это сказала, я же знал, он к ней относился как к дочери. Она единственная, вот для чего я для зрителей наших говорю. В интернете есть интервью, которое он дал ей. Но это интервью на нашем языке, на азербайджанском языке. Но это было его самое лучшее интервью за всю его жизнь. Оно было человеческое интервью. Он там много что-то сказал. Я советую людям просто посмотреть на это. Да, он не справился со своей должностью. Он не справился на тот момент с той ситуацией. Конечно, он понимал это, и он взял эту ответственность на себя. Он плюнул на все и уехал. Я был в ужасном шоке, так же, как и многие другие, которые резко негативно на это мы пререагировали. Вот это так, да. Сегодня я с высоты 30 лет, особенно после Второй Карабахской войны, нашей победы, я вот сижу, думаю. А если бы он был бы жив? Что он сказал мне? Он мог бы сказать, а значит, я был прав? Вот вопрос, на который мы все должны отвечать. Если мы хотим кого-то оценивать, мы должны исходить именно с таких позиций. Если есть личные какие-то моменты, вы говорите о личных моментах, о личных своих впечатлениях. С ним были люди, намного ближе общались. Я с ним очень близко так и не общался, потому что он близко общался с моим близким другом. Но он ему очень много доверял, поэтому я все время видел их отношения. И у меня есть из чего складывать свое такое общее впечатление. Но он оказался... Если бы не был в той ситуации, не взлетел бы, наверняка он мог бы быть хорошим ученым, который принес бы... Ну, он был бы больше своей тарелки, так скажем. А волей и судьбой просто вот так он взлетел на эту должность. И он очень много, я говорю, доверял. Но доверяя, доверяя, эти люди как раз-таки его и подвели в массе своей. Потому что он не стремился к власти, он не рвался за власть. А вот в окружении огромное количество людей, которые именно рвались до власти. Это вот все те времена, которые были, которые я давеча говорил. Про российские возможности, про иранские, про западные. А многие, которые просто хотели дорваться до власти. Вот они в конечном итоге. У него была такая историческая фраза, даже он говорит. Те, кто смело шли на танки, они не выдержали испытания зеленым долларом. Вот это он тоже... Он так же говорил. Он был бессеребренник. Вы можете представить, да, человек был президентом. У него не было квартиры. У него не было денег сделать свадьбу своей дочери. Поэтому есть вещи, когда мы характеризуем, мы должны это говорить. Но с другой стороны, он был президентом. Президент должен уметь принимать решения в трудную ситуацию. В трудной ситуации. Но он принял такое решение. И это решение мы все считали неправильным. А вот сейчас прошло 30 лет. И в результате, посмотрите, вторая Карабахская война. Он сдал власть. И он не цеплялся за эту власть. А мы считали, что он поступил неправильно. К такому поступил. Правильно или неправильно? Пускай история. Я ему не судья. Хорошая история. История про короля Лира. Вот современная азербайджанская... Прошу прощения за тавтологию. История. Я хочу вам сказать спасибо за тот чисто человеческий, личностный момент, который вы привнесли в эту историю. Потому что история, она ведь пишется по-разному. Она может писаться такими серьезными исследователями, которые очень проанализируют все факторы, потом еще что-то, потом создадут конструкт. Все это будет правильно. Это не будет отражать ни в коей мере реальную картину, потому что реальная картина без личностного фактора, без эмоций, она мертва абсолютно. Невозможно понять историю, не понимая вот именно отношения между людьми, человеческого отношения. Поэтому большое спасибо вам за это. Спасибо. Зрителю за этот вопрос, который был для меня неожиданным, но вот впервые, поверьте мне, впервые я вообще на этот вопрос отвечал за всю свою жизнь. Это хорошо. Вы же понимали, что когда-нибудь нужно будет ответить обязательно на этот вопрос. Вы же догадывались об этом. И хорошо, что это произошло. Неважно, где. Здесь на канале или где, в другом бы месте. Хорошо, что здесь сейчас. Ну, это в данном случае, перед весом вечности, в данном случае это абсолютно не имеет значения места. Важно содержание. Я отниму с вашего разрешения несколько секунд буквально, чтобы поблагодарить наших партнеров на Патреоне. Вот буквально за последние два дня. Это Сархан Гаебли, Вагим Гусейнов, Камасутра, Шикхан Миги, Ялчин Михелемов, Ночной странник, Ялчин Тагизаде. Большое вам спасибо. Те, кто хочет поддержать канал, пожалуйста, внизу здесь ссылка. А вам большое спасибо, Рами, за очень-очень интересную беседу. Как всегда, очень интересно и содержательно. Спасибо вам. Берегите себя. И благодарю зрителей за терпение. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч.